Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзора технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в БУ состоянии, рассматривая их на подъемнике. Когда речь заходит о настоящем равном внедорожнике, у многих людей в воображении возникает образ чего-то большого и тяжелого, наподобие, например, Land Cruiser или Chevrolet Tahoe, или, быть может, чего-то на вроде Хаммера. То есть машины априори с большим расходом топлива и при этом дорогой в покупке и в содержании. Но так было не всегда. У самих истоков понятия внедорожник стояли армейские вездеходы, для которых минимализм был основой концепции. Еще до эпохи появления комфортных автомобилей для езды по бездорожью, мы имели дело с такими машинами, как, например, вездеход Луцкого автомобильного завода Луас. На просторах бывшего Советского Союза этот автомобиль очень хорошо помнят. Это был, пожалуй, один из наиболее всепролазных внедорожников, хоть и предельно утилитарный. Если вы думаете, что в наше время нельзя купить компактный, небольшой и легкий рамный джип, вы ошибаетесь. Наш сегодняшний гость на подъемнике тому яркое подтверждение. Подобные машинки достаточно распространены, благодаря тому, что они завозились к нам не только по каналам официальных дилеров, но и в БУ виде, в том числе из Японии с правым рулем. В нашем сегодняшнем обзоре мы поговорим о том, про что стоит помнить, если вы твердо решили, что вам нужен Сузуки Джимни третье поколение. Сузуки Джимни третьего поколения в кузове JB23 это абсолютный рекордсмен в плане долгожительства на конвейере среди всех автомобилей, которые были в наших обзорах. Эта модель дебютировала в 1998 году, а последние экземпляры покинули сборочные линии аж в 2018, целых 20 лет. За 20 лет выпуска компания Сузуки модернизировала эту машину всего дважды в 2002 и в 2012 году. Наш сегодняшний экземпляр как раз модернизированная версия последнего рестайлинга, 2015 год выпуска. Поскольку автомобиль праворульный, выбора агрегатов здесь нет. Единственно возможный двигатель объемом 0,7 литра с турбонаддулом на 64 лошадиные силы. У себя на родине этот рамный внедорожник относится к классу кейкаров. Ну а если говорить про леворукие версии, которые предлагались по каналам официальных дилеров, такие машины комплектовались атмосферником 1,3 литра на 85 лошадиных сил. Коробки передач на этих автомобилях механика на 5 или автомат на 4 скорости, ну а привод только подключаемый полный. Габаритные размеры этого мини-внедорожника. Длина 3,39 метра, ширина 1,47 метра, высота 1,71 метра, колесная база 2,25 метра. Чем короче база, тем лучше геометрическая проходимость. Что касается толщины лаккрасочного покрытия, окрашены эти машины с завода довольно тонким слоем, который вряд ли при проверке толщиномером, если говорить про родную краску, превысит хоть где-то отметку в 100 микрон. Конкретная машина имеет заводские окрасы в диапазоне от 70 до 100 микрон. Что касается коррозии, конечно, если вы смотрите подобную машину, да еще и использовавшуюся когда-то по прямому назначению, вы вряд ли столкнетесь на них с родной краской. Какие-то элементы подкрашены добудут, но в любом случае зона риска для этого автомобиля это район нижней кромки заднего стекла на пятой двери. Коррозия в районе оконных рамок, а также обязательно осматривайте днище автомобиля. Сама рама здесь, как правило, ограничивается только поверхностным налетом, но вот на днище кузова вполне могут быть дыры, особенно это касается района багажного отделения. Что касается простого салона Suzuki Jimny, то здесь все столь же надежно, сколь просто. Машина не имеет огромного количества опций на борту и, соответственно, работает это все долго и исправно. Места здесь настолько немного, что даже кнопки стеклоподъемников на водительской двери расположены в ряд, один за одним, а не рядом друг с другом, как это обычно бывает. На автомобилях после первого рестайлинга рычаг управления полным приводом уступил место трем кнопкам. Так вот, самый главный момент, который вы должны сделать при осмотре поддержанного автомобиля, это проверить работу полного привода во всех режимах. Раздаточная коробка на Jimny имеет в том числе и пониженный ряд. Механическая часть полного привода на этих автомобилях эталонно, надежно, но проблемы могут скрываться как в разъемах электропроводки, которые окисляются и, соответственно, управляющий сигнал на подключение передней оси у вас просто не придет. Либо второй вариант, могут быть проблемы с пневматическими хабами подключения переднего моста. Кстати, о конструкции полного привода. На этих автомобилях нет межосевого дифференциала, соответственно, использовать подключенную переднюю ось на хорошем покрытии с хорошим сцеплением с дорогой, наподобие асфальта, запрещено. Так же, как и на классических внедорожниках Ульяновского автозавода. Полный привод на Jimny можно использовать в заснеженном дворе, на льду, в грязи, в общем, кроме шоссе. Выехали на нормальное покрытие, остались на заднем приводе. Ну а теперь про двигатели под капотом Suzuki Jimny. На леворуких машинах под капотом располагается чаще всего бензиновый двигатель объемом 1,3 литра, который выдает 85 лошадиных сил и 110 ньютонометров крутящего момента. Индекс этого двигателя М13А. Мотор этот достаточно старый. На более современных, в кавычках, современных Jimny этот двигатель модернизирован. Четыре цилиндра в ряд, блок цилиндров алюминиевые. Все это дело накрыто 16-клапанной головкой. Самый обычный распределенный впрыск топлива, гидрокомпенсаторов здесь нет и каких-то дополнительных заморочек тоже. Сам по себе М13А это очень надежный двигатель. Его ресурс порядка 350 тысяч километров, конечно, при должном обслуживании. Кстати говоря, цепь ГРМ на этих моторах практически никогда не требует замены. Ресурс ее очень и очень большой, равный практически сроку службы самого двигателя. Из мелких неисправностей, которыми подобные моторы досаждают своим владельцам, это либо датчики, датчик положения коленвала и распредвала, которые приходится иногда менять на новые детали, а также система зажигания, а именно катушки. Если у вас машина с подобным мотором, всегда имейте про запас одну-две штуки. При осмотре машины с таким двигателем, имейте в виду, что у двигателей М13А есть одна особенность. При перегреве эти двигатели способны получить пробитую прокладку головки блока цилиндров. Так что осматривайте сам блок на предмет отсутствия следов подтеков масла, а расширительный бачок на предмет отсутствия следов масла в антифризе. Также имейте в виду, что на пробегах свыше 200 эти двигатели могут начать подъедать масло. Правда, чаще всего на них это связано с потерей эластичности маслосъемными колпачками. Ну а если замена колпачков уже не помогла и мотор продолжает есть масло, скорее всего проблема кроется глубже, уже непосредственно в износе направляющих седел клапанов. Несмотря на маленький объем 1,3 литра, объем заливаемого в М13А масла довольно солидный, 5 литров, масло вязкостью 5В30 или 5В40. Более вязкие масла здесь не рекомендованы, все же на впускном валу стоит фазовращатель. 1,3 литровый двигатель переваривает 92-й бензин абсолютно спокойно. Низкооктановое топливо ему не страшно. Чего не скажешь про малообъемного собрата с автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления, как в нашем случае. Этот двигатель носит индекс К6А. По конструкции это трехцилиндровый мотор. Блок цилиндров из алюминия с чугунными гильзами, все это дело накрыто 12-клапанной головкой блока. Все так же без гидрокомпенсаторов. Привод ГРМ цепной, цепь с хорошим ресурсом, но вот по данным двигателям есть некоторые нюансы. Мотор выдает 64 лошади, а крутящий момент 108 ньютонометров практически идентичен таковому у большообъемного собрата. Но все это делается за счет наддува. А ресурс турбины на подобных агрегатах это далеко не запредельные цифры. И безответственная эксплуатация вполне способна этот ресурс сократить до скромных 50-60 тысяч. Эксплуатируя подобную машину не забывайте про то, что глушить этот двигатель после езды на высоких оборотах сразу нельзя. Дайте мотору поработать пару минут на холостых, чтобы турбина охладилась за счет циркуляции масла. Это значительно продлит ей жизнь. Соответственно и бензин в данный двигатель лучше заливать уже 95-й, никак не ниже. Долговременная работа на 92-м способна привести к детонации и впоследствии к ремонту хотя бы головки блока цилиндров. Были случаи, когда здесь прогорали клапана. Ну и конечно проверка агрегата на сухость в данном случае также строго обязательно. Также вместе с тыка головки блока цилиндров и самого блока прокладка ГБЦ здесь тоже может оказаться пробитой при некотором стечении обстоятельств. Что касается цены на контрактный К6А, то честно признаться мы не мониторили цены на данный момент. Но если учесть тот факт, что двигатель К6А крайне распространен на вторичке и ставился в такое количество моделей под разными брендами, что если распечатать подобный список, его можно будет свернуть в довольно толстый рулон, проблем с поисками контрактного экземпляра скорее всего возникнуть не должно. Примерный ресурс этого мотора около 250 плюс-минус тысяч километров пробега. Но вот замену масла на нем нужно выполнять часто хотя бы раз в пять тысяч. Благо заливается его сюда уже немного. Не пять литров, а всего 3,1. Что касается коробок передач, на этих автомобилях устанавливалось всего два варианта трансмиссии. Это четырехступенчатый классический гидромеханический автомат фирмы Aisin и пятиступая механика. Aisin'овская коробка на самом деле эталонно надежна. Проблем с этими автоматами большинство владельцев машин особо и не знают. Единственное, что эта коробка требует от вас, обновлять смазку раз в 60 тысяч километров пробега, желательно вместе с фильтром. Ну а если вы собрались жестко затюнить свой Jimny и использовать его в том числе на жестком бездорожье, не лишний будет озаботиться и организацией допохлаждения коробки передач, установив дополнительный радиатор. К механике вопросов больше. И если вы преследуете задачу купить надежный автомобиль, куда не надо будет заглядывать, вариантов с МКПП в данном случае лучше избегать. С этими коробками на пробегах более 200 тысяч километров могут быть вопросы, например, в плане износа синхронизаторов. Ну а замену сцепления вы будете осуществлять где-то раз в 100 с копейкой тысяч. Ну а если будете эксплуатировать машину прямо-таки на серьезном бездорожье, будьте готовы к тому, что гореть диск сцепления будет за гораздо меньшие пробеги. Кстати, в механической КПП масло нужно менять даже чаще, чем в автомате, раз в 40 тысяч километров, а в редукторах и раздаточной коробке раз в 45. Ну а теперь давайте посмотрим на Suzuki Jimny снизу. Первое, на что мы обращаем внимание, это наличие на самом деле рамы, в отличие от, например, Mitsubishi Pajero Mini, где кузов, условно говоря, несущий. Так что это полноценный внедорожник. Что касается подвески, здесь она зависимая, что спереди, что сзади. Спереди у нас тоже мост, который висит на продольных рычагах, сайлентблоки которых в среднем работают около 100 с небольшим тысяч километров, потом могут попроситься на замену. Стабилизатор поперечной устойчивости, здесь очень основательный доступ к креплению стабилизатора для замены, например, втулок или замены стоек абсолютно эталонный. Да и хлипкостью эти компоненты не отличаются. Порядка 150 тысяч километров они могут выходить и не попроситься на замену. Передняя подвеска здесь на шкварнях, так же как на Гелендвагене старых серий, либо на УАЗ Патриот. И что касается элементов рулевого управления, как правило до пробега тысяч в 200 они вас не побеспокоят. Конструкция крайне основательна и надежна. Слабым звеном передней подвески условно считаются опорные подшипники, чей ресурс около 60 тысяч километров. Поскольку автомобиль у нас имеет полноценную раздаточную коробку, здесь у нас два кардана и соответственно четыре крестовины. Состояние всего этого хозяйства нужно проконтролировать при покупке на предмет отсутствия люфтов. Ну и кстати не забывайте про то, что крестовины в данном случае нужно шприцевать, закладывая смазку, чтобы продлить их срок службы. По самой раздаточной коробке по ее железу, как уже было сказано, вопросов нет. Чаще всего отказы полного привода здесь связаны с проблемами с управляющей электроникой, именно с контактами в разъемах, ну либо с самой проводкой. Ну а по задней подвеске, где у нас также мост, по большому счету самым слабым звеном здесь будут задние амортизаторы. Вот они выхаживали, будучи в оригинале, абсолютно незапредельные цифры, порядка 80 тысяч километров. Далее, как правило, замена. Впрочем, если вы смотрите Jimny, который был доработан предыдущим собственником для езды по бездорожью, родные амортизаторы вы на нем уже скорее всего не обнаружите. Поэтому и ценность этой информации не особо большая. Задние тормоза на автомобиле барабанные соответственно, но нужно помнить о необходимости время от времени обслуживать их, меняя, например, башмаки тормоза. Топливный бак на этом автомобиле, кстати говоря, металлический соответственно, но на автомобилях очень старых желательно убедиться в отсутствии коррозии на баке. Дабы не заниматься после покупки поиском контрактного, либо ремонтом своего. Подводя итоги по Suzuki Jimny, как по модели, на самом деле машина довольно интересная, но использоваться она также должна сугубо по назначению. Эта машина подойдет не всем. Большинству людей такой автомобиль вряд ли будет нужен из-за того, что основной привод здесь все же задний, соответственно, как единственный автомобиль для перемещения зимой по городу и по трассе эта машина не слишком подходит. Здесь жестковатая подвеска и небольших габаритов салон. Но тем, кому от автомобиля как раз и нужны компактность плюс проходимость, найдут в этой машине великолепные параметры угла съезда-выезда, большой дорожный просвет, а также в целом надежную конструкцию. Причем касается это как леворуких, так и праворуких модификаций. Надежнее прочего будет взять такую машину с автоматической коробкой передач. Ну а в плане кузова потайных мест, откуда здесь могла бы начинаться коррозия, по большому счету нет. Все на виду, поэтому глаза вам в помощь при выборе поддержанного экземпляра. В качестве второго или даже третьего автомобиля в семье, этот маленький полноценный внедорожник подойдет практически идеально. И позволит вам проехать там, куда более тяжелые собратья по полноприводному цеху просто не доберутся. Если у вас был или есть Suzuki Jimny этого поколения, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и в чем нас дополнить, обязательно пропишите все это в комментарии. Людям, которые выбирают подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!